здравствуйте товарищи слушатели сегодня мы хотим я хочу вам вот что рассказать в мае 1919 года а точнее 16 по 19 мая москве состоялся первый всероссийский съезд помни школьному образованию это видите очень важно конечно мероприятие несмотря на то что уже гражданская война заполыхала в нашей стране и вот заключительный день 19 мая владимир и ленин на этом съезде выступил с речью который назвал который была названа речь об обмане народа лозунгами свободы и равенства о чем говорил здесь в своей речи на этом съезде владимир ильич хочу до вас довести до вашего сведения ну и вот выступая с речи владимир и ленин сказал первый из намеченных не мною вопросов это вопрос о трудностях всякой революции всякого перехода к новому строю большевики шли на революцию против буржуазии на насильственное неспровержение буржуазного правительства на разрыв со всеми традиционными привычками обещаниями заветами буржуазной демократии на самую отчаянную насильственную борьбу и войну ради подавления имущих классов шли из-за того чтобы вырвать россию а затем и все человечество из империалистической бойни и чтобы положить конец всем войнам далее он сказал несомненно что попытки выйти из этой империалистической бойни сломить господство буржуазии что эти попытки навлекли на россию поход всех цивилизованных государств спрашивается впали ли мы в противу противоборстве с собой когда звали извините и противоречия с собой когда звали трудящихся на революцию обещав им мир а привели к походу цивилизованного мира против слабой усталой отсталой разбитой россии или впали в противоречие с элементарными понятиями демократии и социализма те кто имеет наглость бросать нам подобный упрек и говорит на это на этот вопрос следующее а разве кто-либо из большевиков отрицал когда-либо что революция может в окончательной форме победить лишь тогда когда она хватит все или по крайней мере некоторые из наиболее существенных передовых стран это мы говорили всегда разве мы утверждали что выход из империалистической войны возможен простым втыканием штыков землю нет говорит владимирович мы говорили что выход из этой войны может означать революционную войну это мы говорили с 1915 года и потом в эпоху керенского и конечно революционная война это тоже война такая же тяжелая кровавая и мучительная вещь а когда она становится революция мировом масштабе она неизбежно вызывает отпор в таком же мировом масштабе никогда мы не скрывали от народа что мы на этот риск идем мы напрягаем все силы для того чтобы в этой гражданской войне победить буржуазию и подорвать в корне возможность классового гнета нет не бывало и не борьбы долгой тяжелой и может быть полный самых отчаянных жертв тот кто не умеет отлич отличить жертв приносимых в ходе революционной борьбы ради ее победы когда все имущие всех контрреволюционные классы борются против революции тот кто не умеет отличить эти жертвы от жертв грабительской эксплуататорской войны тот является представителем самой крайней темноты то есть владимир и призывает отличать жертву которая приносится ходе пересечка войны и жертву которая приносится ради революции ради освобождения трудящихся от гнета и далее он говорит вот что является представителем самой крайней темноты и он говорит что такому человеку надо еще учиться элементарной политической грамоте но что можно сказать про человека который обращается со словами революция демократия социализм который претендует на то чтобы эти слова употреблять их понимаем он жонглирует подобными понятиями не может если не хочет превратиться в политического мошенника ибо разница между войной друг двух групп хищников и войной которую ведет угнетенный класс восставший против всякого хищничества это есть элементарная коренная и основная разница дело не в том что та или иная партия тот или иной класс то ли иное правительство войну оправдывали а дело в том каково содержание этой войны каково ее классовое содержание какой класс ведет войну какая политика воплощается в войне то есть призывает отличать войну империалистическую от войны революционной классовой это вот что касается первого вопроса который он который владимир ильич назвал вопрос о трудностях всякой революции далее он говорит я теперь перейду к следующему вопросу это вопрос об отношении к демократии вообще самым уходящим оправданием самой ходячей защитой тех политических позиций которые занимают демократы и социалисты против нас является ссылка на демократию большевики избрали метод нарушающий демократию большевики избрали метод диктатуры поэтому их дело неправильное так они говорят этому привел слова как демократы буржуазные критикуют большевиков то есть как бы большевики раз вводят диктатуру принтеряда то они против демократии и по этому поводу владимир ильич говорит мы этому нисколько не удивляемся потому что мы хотим больше всего ясности и рассчитываем только на то чтобы передовая часть трудящихся действительно ясно сознавала свое положение да мы говорили и говорим все время своей программе в партийной программе что мы себя в обман такими прекрасно звучащими лозунгами как свобода равенство и воля большинства не дадим и что мы к тем кто называет себя демократами сторонниками чистой демократии сторонниками последователей демократии прямо или косвенно противополагая ее диктатуре принтеряда что мы относимся что мы к ним относимся как к пособникам колчака ну и вот как бы отмежевавшись от демократов по вопросам свободы равенства владимир ильич продолжает следующее разбираться начнем со свободы свобода нечего говорить для всякой революции социалистической или или демократической это есть лозунг который очень и очень существенно а наша программа заявляет свобода если она противоречит освобождению труда от гнета капитала есть обман мы говорим всякому кто в момент когда нашло дело до свержения власти капитала во всем мире или хотя бы в одной стране кто в такой исторический момент когда на первый план выступает борьба угнетенных трудящихся классов за полное свержение капитала за полное уничтожение товарного производства все кто в такой политический момент обращается со словом свобода вообще то во имя этой свободы идет против дикатуры пролетариата тот помогает эксплуататором и ничего больше он их сторонник потому что свобода если она не подчиняется интересам освобождения труда от гнета капитала есть обман как это мы в своей партийной программе заявили прямо и мы заявляем что вы против капитализма вообще против капитализма республиканского против капитализма демократического против капитализма свободного конечно мы знаем что он против нас выдвинет знамя свободы и мы ему отвечаем мы считали необходимым этот ответ дать в своей программе всякая свобода есть обман если она противоречит интересам освобождения труда от гнета капитала а что они называют свободы продолжает владимир ильич эти цивилизованные французы англичане американцы они называют свободой хотя бы свободу собраний в конституции должно быть написано свобода собраний всем гражданам вот это говорят они есть содержание вот это есть основное проявление свободы а вы большевики вы свободу собраний нарушили владимир отвечает вы мелочь забыли господа цивилизованные забыли что ваша свобода написано в конституции которая узаконяет частную собственность вот чем суть дела рядом со свободой собственность так и написано в вашей конституции что вы признаете свободу собраний это конечно громадный прогресс по сравнению с феодальным порядком средневековьем крепостным правом но ваша свобода такова что это есть свобода на бумаге а не на деле это значит что если в больших городах бывают большие залы вроде этой то они принадлежат капиталистам и помещикам и называются например залами благородного собрания вы можете свободно собираться граждане российской демократической республики но это частная собственность извините пожалуйста нужно уважать частную собственность иначе вы будете большевиками преступниками разбойниками грабителями азартниками свобода собраний которая написана в конституции всех буржуазых республик есть обман потому что чтобы собираться цивилизованной стране которая все-таки зимы не уничтожила погоду не переделала нужно иметь помещение для собраний а лучшее здание в частной собственности сначала отберем лучшее здание а потом поговорим о свободе мы знаем что для освобождения трудящихся от гнета капитала нужно отобрать свободу собраний у капиталистов нужно их свободу отнять или урезать это служит освобождению труда от гнета капитала это служит той настоящей свободе когда не будет зданий которые принадлежат кому-нибудь в отдельности помещикам капиталистам или какому-нибудь акционерному обществу и далее владимир такую мысль проводит мы идем в бой это есть содержание диктатуры пролетариата прошли те времена наивного утопического фантастического интеллигентского социализма когда дело представляли так что убедят большинство людей нарисуют красивую картинку социалистического общества и станет большинство до точку зрения социализма миновали те времена когда этими детскими повасенками забавляли себя и других марксизм который признает необходимость классовой борьбы говорит социализму человечество придет не иначе как через диктатуру пролетариата диктатура слова жестокое тяжелое кровавое мучительное и так и таких слов на ветер не бросают если с этаким лозунгом выступили социалисты то это потому что они знают что иначе как в отчаянной беспощадной борьбе класс эксплуататоров не сдастся и что он будет всякими хорошими словами прикрывать свое господство именно после свержения буржуазии продолжает владимир лидич классовая борьба принимает самые резкие формы и никуда не годятся те демократы и социалисты которые обманывают себя а потом обманывают и других говоря раз буржуазия свергнута дело кончено оно только начато а не кончено потому что буржуазия до сих пор не верила той мысли что она свергнута и накануне октябрьской революции шутила очень мило и очень забавно они шутили но пожалуйста господа большевики составьте кабинет сами возьмите власть на парочку недель вы прекрасно нам поможете они шутили потому что не брали дело всерьез а теперь увидели что дело пошло всерьез и господа английские французские и швейцарские буржуа которые думали что их демократические республики это броня которая защищает они увидели и осознали что дело пошло серьезно и теперь они вооружаются всем теперь борьба приняла мировой размах поэтому теперь всякий кто со словами демократия свобода выступает против нас становится на сторону имущих классов обманывает народ ибо он не понимает что свобода и демократия до сих пор были свободой и демократии для имущих и лишь крохами со стола для неимущих а если извините далее владимир говорит что так что такое свобода собраний когда трудящиеся задавлены рабством капитала и работой на капитал это есть обман и для того чтобы идти к свободе для трудящихся надо сначала победить сопротивление эксплуататоров вот что хотел сказать о свободе и далее он говорит теперь от свободы я перейду к равенству революция своем ходе свергает один эксплуататорский класс за другим она сбросила сначала монархию и понимала под равенством только то чтобы была выборная власть чтобы была республика но революция пошла дальше она говорит что равенство есть обман если оно противоречит освобождению труда от гнета капитала это мы говорим и совершенно это и это совершенная правда мы говорим что демократическая республика с современным равенством это ложь обман что равенство там не соблюдается и его там быть не может и то что мешает пользоваться этим равенством это есть собственность на средства производства на деньги на капитал и и далее он переходит к мысли как деньги игра какую какую роль играют деньги при капитализме он говорит деньги ведь это сгусток общественного богатства сгусток общественного труда деньги это свидетельство на получение дани со всех трудящихся деньги это остаток вчерашней эксплуатации вот что такое деньги можно ли как то сразу их уничтожить нет отвечает еще до социалистической революции социалисты писали что деньги отменить сразу нельзя и мы своим опытом можем это подтвердить нужно очень много технических что гораздо труднее и гораздо важнее организационных завоеваний чтобы уничтожить деньги а до тех пор приходится оставаться при равенстве на словах в конституции и при том положении когда каждый имеющий деньги имеет фактическое право на эксплуатацию и мы не могли отменить денег сразу мы говорим пока деньги остаются и довольно долго останутся в течение переходного времени от старого капиталистического общества к новому социалистическому равенство есть обман если оно противоречит интересам освобождения труда от гнета капитала основатели современного научного социализма маркс и энгельс говорили равенство есть пустая фраза если под равенством не понимать уничтожение классов классы мы хотим уничтожить в этом отношении мы стоим за равенство и вот мы говорим мы ставим себе целью равенство как уничтожение класса тогда надо уничтожить и классовую разницу между рабочими и крестьянами это именно и составляет нашу цель обществом в котором осталась классовая разница между рабочим и крестьянином не есть ни коммунистическое ни социалистическое общество конечно при толковании слова социализм в известном смысле можно назвать его социалистическим но это будет казуистика спора словах социализм говорит ленин это есть первая стадия коммунизма но спорить о словах не стоит ясно одно что пока остается классовая разница между рабочим и крестьянином мы не можем говорить о равенстве не остерегаясь того чтобы не попасть как вода на мельницу буржуазии крестьянин это есть класс патриархальной эпохи класс воспитанный десятилетиями и столетиями рабства и в течение всех этих десятилетий крестьянин существовал как мелкий хозяин сначала подчиненный другим классом потом формально свободный и равный но собственник и владелец предметов питания положение крестьянина таково по его быту условиям производства условиям его жизни условиям его хозяйства что крестьянин полутрудящийся и полу спекулянт это факт из этого факта вы не выскочите пока не уничтожите деньги не уничтожите обмен а для того чтобы это сделать нужны годы и годы устойчивого господства пролетариата потому что только пролетариат способен победить буржуазию и далее продолжая характеристику крестьянства ленин говорит крестьяне есть особый класс как труженики они враги капиталистической эксплуатации но что же но в то же время они собственники крестьянин столетиями воспитывался на том что хлеб его и что он волен его продавать это мое право думает крестьянин ибо это мой труд мой мои пот и кровь переделать его психологию быстро нельзя это долгий и трудный процесс борьбы вся политическая экономия если кто-либо чему-нибудь из нее научился вся история революции вся история политического развития в течение всего 19 века учит нас говорит ленин что крестьянин идет либо за рабочим либо за буржуа он не может идти иначе почему спрашивает ленин и отвечает экономика капиталистического общества такова что господствующей силой может быть только капитал или свергающий его пролетариат иных сил нет в экономике этого общества крестьянин является полутружеником полу спекулянтом крестьянин труженик потому что потом и кровью добывает свой хлеб его эксплуатируют помещики капиталисты купцы крестьянин спекулянт потому что продает хлеб предмет необходимости предмет который если его нет стоит того чтобы отдать за него все имущество крестьянин в этом не виноват но его экономические условия таковы что он живет в товарном хозяйстве жил десятки и сотни лет привык обменивать свой хлеб на деньги привычку не переделаешь деньги уничтожить сразу нельзя и вот заключая свою мысль о равенстве ленин говорит крестьянин своим экономическим положением в буржуазном обществе неизбежно поставлен так что он либо идет за рабочим либо за буржуазией середины нет ну и далее владимир ильич свою речь продолжает так я остановлюсь теперь на последнем вопросе на вопросе о поражении и победе революции гражданская война более серьезная и жестокая чем всякая другая говорит ленин так всегда бывало в истории начиная с гражданских войн древнего рима потому что войны международные всегда кончались сделками между имущими классами и только в гражданской войне угнетенный класс направляет усилия к тому чтобы уничтожить угнетающий класс до конца уничтожить экономические условия существования этого класса не бывало нет не будет и не может быть таких революций которые не рисковали бы поражением говорит ленин революции называется отчаянная борьба классов дошедшая до наибольшего ожесточения классовая борьба неизбежна либо нужно отказаться от революции вообще либо нужно признать что борьба с имущими классами будет самой ожесточенной из всех революций ибо революция побеждает если она двигает вперед передовой класс наносящий серьезные удары эксплуатации революция при этом условии побеждает даже тогда когда она терпит поражение вот эту мысль далее Владимир Владимирович развивает и говорит мы говорим что если бы даже беря возможный гипотетически худший из возможных случаев если бы завтра какой-нибудь счастливый колчак перебил поголовно всех и каждого большевика революция осталась бы непобедимой но почему он приводит пример колчака потому что как раз шла в этот период в мае острая очень борьба и колчак наступал практически очень близко к катастрофе происходили события революционные то есть даже революция осталась бы непобедимой даже если бы перебили всех большевиков говорит Ленин и доказательства наших слов продолжает он мы находим в том что новая государственная организация которая выдвинута этой революцией морально уже победила в рабочем классе всего мира уже сейчас пользуется поддержкой его наша революция теперь всего через полтора года господства большевистской власти добилась того что новая государственная организация которую она создала советская организация стала понятной знакомой популярной рабочим всего мира стала своей для них диктатура пролетариата неиспешно необходима и безусловно обязательно для выхода из капитализма диктатура означает не только насилие хотя она невозможна без насилия она означает также организацию труда более высокую чем предыдущая организация то есть призывает к революционной организации труда и говорит эту элементарную простейшую задачу организации если решите мы победим ибо тогда пойдет вполне с нами крестьянин который колеблется между рабочим и капиталистом который не знает идти ли ему к людям которым он еще не верит но не может отказать им в том что они осуществляют порядок куда более справедливый при котором эксплуатации не будет крестьянин не может просто легко сразу выйти из старого общества к новому он знает что старое общество давало ему порядок ценой разорения трудящихся ценой превращения их в рабство он не знает может ли пролетариат дать ему порядок с него забитого темного распыленного и спрашивать нельзя большего он не поверит никаким словам никаким программам и хорошо сделает что не поверит словам потому что иначе не было бы выхода из обманов он поверит только делу практическому опыту поэтому говорит Владимир Ильич докажите это вот основная задача пролетарской культуры пролетарской организации насилие можно применить не имея экономических корней но тогда оно историей обречено на гибель но можно применить насилие опираясь на передовой класс на более высокие принципы социалистического строя порядка и организации и тогда оно может временно потерпеть неудачу но оно непобедимо теперь во всех странах слово большевик и слово совет перестало быть чудаческим выражением каким оно было совсем недавно советская власть именно благодаря тому что она открыто сказала что диктатуре пролетариата подчиняется все что она есть новый тип государственной организации ибо этим она завоевала себе сочувствие рабочих всего мира эта новая организация государства рождается с величайшим трудом потому что победить свою дезорганизаторскую мелкобуржуазную распущенность это самое трудное это в миллион раз труднее чем подавить насильника помещика или насильника капиталиста но это в миллион раз плодотворнее для создания новой организации свободной от эксплуатации когда пролетарская организация разрешит эту задачу тогда социализм окончательно победит этому надо посвятить всю свою деятельность советская власть уже добилась признания рабочих других стран слово диктатура пролетариата слово латинское и всякий трудящийся человек который его слышал не понимал что это такое не понимал как это осуществляется в жизни теперь это слово переведено с латинского на народные современные языки теперь мы показали что диктатура пролетариата это есть советская власть та власть когда организуются рабочие сами и говорят наша организация выше всего ни один не трудящийся ни один эксплуататор не имеет права участвовать в этой организации эта организация вся направлена к одной цели к неспровержению капитализма никакими фальшивыми лозунгами никакими фетишами вроде свобода равенство нас не обманешь мы не признаем ни свободы ни равенства ни трудовой демократии если они противоречат интересам освобождения труда от гнета капитала это мы внесли в советскую конституцию и привлекли к ней уже симпатии рабочих всего мира они знают что как бы трудно не рождался новый порядок какие бы тяжелые испытания и даже поражения не пали на долю отдельных советских республик никакая сила в мире назад человечество не вернет вот этой мыслью Владимир Ильич и закончил свою речь свое выступление на съезде ну вот пожалуйста то что я хотел довести до вашего сведения конечно очень серьезные вопросы поднял здесь Владимир Ильич вот и о том что даже временно может проиграть революция социалистическая но она все таки непобедима и что будущее именно за общество без эксплуататоров которому можно прийти только через диктатуру грандиариата так как сказано в учении Маркса Энгельса ну и конечно же в программе РКПБ на которую ссылался здесь и в советской конституции на которой ссылался в своей речи Владимир Ильич Ленин вот то что я хотел довести до вашего сведения пожалуйста что-то есть вопросы есть надо что-то уточнить давайте наверное есть комментарии хотя эта работа написана была к текущей ситуации тогда аж 19-го года но в ней лежит достаточно глубоко селософский фундамент и собственно оно актуально до сих пор да особенно первое наверное что самое главное что человечество да и не только человечество вообще все живые существа в ходе естественного отбора все время ведут борьбу за выживание то есть база существования и шла и у динозавров и у млекопитающих и у людей естественно человек стал разумным захотел избавиться от борьбы и перейти вместо борьбы заниматься там творчеством созиданием и тому подобное вещание и в этом плане что при рабовладении что при ведолизме борьба всегда была и какой-нибудь крестьянин или пролетарий каждый день боролся за свою жизнь и собственно нет еще удивительного что у людей была золотая мечта избавиться от этой борьбы и перейти светлое радужное будущее коммунистическое так скажем так вот если Владимир Ильич буржуазное буржуазие превращает это дело в товар потому что как мы знаем из капитала маркса что при капитализме все превращается в товар то соответственно и свободой капиталисты начинают торговать и пытаются спекулировать на этом и зарабатывать барыши а единственная свобода по-настоящему свобода человека от борьбы за свое существование это коммунистическое социалистическое общество но чтобы его достигнуть надо бороться бороться и над борьбой мы можем быть либо так когда мы ищем все свои проблемы никто там никакой герой никакой элит не помещает свободу джерпатьев сказал в интернационале высказал эту мысль да никто не даст нам избавления ни царь ни бог и герои не даст нам избавления и как бы не обещал свободу чтобы получить настоящую свободу надо преодолеть спекуляцию надо собранность денежные отношения не придавить и все остальное только тогда когда будут все здания свободны ликвидировать деление на классы общества когда только будет эта задача решена говорит Ленин тогда и можно говорить о свободе и равенстве то есть философское это мысль в чем что человечество пришло к пониманию что надо быть свободным осталось только реализовать да осталось только реализовать только путем длительной борьбы тяжелой и без борьбы ничего не выйдет и в этом плане Владимир Ильич постоянно возвращается к этой мысли что даже совершив революцию борьба не остановится она будет продолжаться продолжаться и продолжаться и продолжаться до тех пор пока не наступит полная свобода а социалистическая революция это еще не свобода это только первый шаг это проходит через большинство его работ даже те которые мы изучали в течение года практически в каждой из них такая мысль проходит что только через диктатуру пролетариата возможно свободное общество без эксплуатации через борьбу через борьбу через диктатуру против капитала